Верховную Раду, очевидно, ждет череда отчетов, по крайней мере, на то, чтобы вызвать под купол сразу четырех руководителей госведомств. В зале нашли голоса. Чего не скажешь о законах, которые часто проваливали. Кто и когда придет на разговор с нардепами и зачем в Раде трибуну блокировали. За продуктивной работой парламента сегодня наблюдала и я. Депутатам голосовать лучше и ходить чаще. С такими намерениями приходит в Раду Артур Герасимов, новый глава БПП, и говорит, что постарается фракцию сплотить в команду. Одразу хочу сказать, что нет разрезненных групп, нет разрезненной фракции, есть единая фракция. Конечно, есть, как и любого живого организма, свои проблемы, но я верю, что мы в ближайшее время их решили. Пока в кулуарах говорят об эффективности, в зале трибуну уже окружили радикалы. Они требуют, чтобы нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг, приостановила решение обведения банплаты. И блокируют в то время, когда тот же регулятор уже принял соответствующее решение. И зал уже успешно проголосовал за то, чтобы вызвать руководителя НКР на ковер. Скорее всего, это такая пиар-складова, но это нормальная деятельность политической силы, как у нее радикальная партия. Мы видим, что парламент работает, проголосовала за то, чтобы вызвать Дмитра Вовка, Голун, Края КП, к парламенту. Почуем его позицию и четкие рассчитывания, которые должны довести, что для украинцев после введения этих плат за объединение, загальная сумма платежей не должна изменяться. Это четкая позиция депутатов. Нечего было тогда, чтобы голосовать за бюджет теми фракциям, которые сегодня блокируют трибуну и другим, но увеличили тарифы в три раза. Главная проблема была сложена еще два года назад, когда все эти фракции голосовали за бюджет, в котором в три раза увеличили тарифы на газ. Поэтому я считаю, что это лицемирство. Мы не считаем, что блокирование трибуны, когда такой напряженный парламентский день, является правильным решением. Мы не хотим политического пиару. Парламент был выкликан, глава НКРЄ КП Вовк, с метою заслухать его позицию, его звит и, возможно, высловить ему недоверие, инициировать вопрос о его освобождении. Честно говоря, еще мне больно прозвищу этого менеджера, который приедет, но мне очень важно, чтобы эта людина, на член КРЄ КП, установила реальные рынково обгрунтованные тарифы, чтобы она запроводила абсолютно другую, чем ту, что проводилась последние два года, политика в тарифной сфере. Теперь же, пользуясь тем, что руководство НКРЄ посетит парламент, нардепы намерены выяснить, как нефтегаз цену на голубое топливо формирует. Фактически сегодня торпедуют решения НКРЄ, которые интересы в цене газа в НАК «Нафтогазе» Украины. То есть это абсолютно действия, которые имеют элементы лобизма, элементы коррупции и всех других вещей. Посмотрите, по квоте какой фракции сегодня руководитель НАК «Нафтогаза» Украины. То есть они сейчас, это Народный фронт, они сейчас охраняют свою водчину, маячи, может, какие-то интересы, они не говорят про цену на газ. 6 тысяч 9 гривен, яка завищена в 5 разів. Сегодня справедливая цена на газ складывает от 1,5 до 2 тысяч гривен. Висновок нашей группы, которая была депутатская, складывалась из экспертов энергоринка. В целом, тариф должен быть меньше. Никакой посадков вместе с Вовком не показал, а на чом вообще грунтуется тот тариф, который сегодня платят украинцы. Правда, когда в парламенте будут говорить и об обенплате, и о тарифах, неизвестно. Помимо Вовка, Рада пригласила и руководителей фонда госимущества, и антимонопольного комитета, а также главу НПК. Когда они появятся под куполом, еще неясно. Я не могу технично говорить на кули, потому что мне нужно провести с ними проговоры, чтобы выяснить, кули. Они могут прийти, что они есть в Украине, и что они есть на рабочих местах. Но они тарифами едиными. Помимо политических моментов, у нардепов есть и законодательная работа. А вложек админа, министр инфраструктуры, пришел просить обновить дорожный закон. Мы имеем парадоксальную ситуацию, когда представители транспортной инфекции не могут остановить транспортный засыпь, и для этого возглавляют и увлекают силы национальной полиции. Метою этих правок есть наделение представителей транспортной инфекции права остановить транспортный засыпь. Изменения зал поддержал, правда, по традиции, со второй попытки. А после утреннего перерыва, отменить который нардепы так и не смогли, из-за отсутствия голосов, в Раде и вовсе не стало депутатов. В БПП опять вспомнили об ответственности, предложив изменить регламент. Поселить ответственность депутатов, которых часто нет ни после перерыва, ни в конце рабочего дня. Пока эта идея только витает в воздухе, да и наказывать самих себя не у многих депутатов есть желание. А посему в полупустом зале они дотянули до второго перерыва, пообещав на вечернем заседании работать продуктивнее. Но и вечером не сложилось. Избранники так и не смогли избрать новый состав счетной палаты. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Владимир Самченко, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер.